Евгения Леонтьевская уже свыше 10 лет спасает людей. Девушка выбрала для себя профессию врача-инфекциониста. Настоящий вызов, как специалист, врач приняла в марте прошлого года, когда в поликлинику, где она работает, начали поступать первые в Самаре заболевшие COVID-19. С точки зрения пациентов, это также было им тяжело, когда это неизвестная инфекция, непонятно, что в конце концов произойдет, какое будет их состояние. Конечно же, все переживали, все были в стрессовой ситуации. С пациентами зачастую приходилось работать как психолог, объяснять все доступным языком. Дежурить и следить за состоянием больных приходилось по 20 часов в день, рассказывает Евгения. На счету у врача около 300 спасенных жизней. В целом, в отделении, в котором трудится команда из 30 медиков, спасли больше 4000 человек. Сегодня заведующий отделением вспоминает, как все начиналось. Период был сложный. Год мы отработали в условиях, непривычных для нас, даже для инфекционистов, работая в средствах индивидуальной защиты, в противочумных костюмах. Фотографии самарских медиков в противочумных костюмах, которые сделали самые первые пациенты, разлетелись по всему миру. Сегодня переболевшие коронавирусом самарцам приходят к врачам из красной зоны с благодарностью. Денис Кистринь попал в больницу в апреле прошлого года, когда вернулся из-за границы. Через три недели после возвращения поднялась температура. Думал, пневмония. Оказался ковид. Мужчину отправили в реанимацию на 10 дней. Со мной дежурили интерны. И мне давали, конечно же, какую-то невероятную терапию. То есть, бесконечное количество капельниц, уколов в живот, какие-то таблетки. Медики – это просто колоссальная работа. Я им бесконечно благодарен. То есть, это, ну, конечно, без лишнего пафса. Действительно, это был подвиг. Сегодня в инфекционном отделении работы меньше не стало. Эпид-обстановка в городе стала чуть лучше. Дополнительные госпитали закрывают, и оставшихся больных определяют сюда. Врачи продолжают стоять на страже здоровья самарцев круглые сутки. Медики убеждают не пренебрегать средствами индивидуальной защиты и избегать мест массового скопления людей. Мария Левина, Николай Епифанов. События.